всем добрый вечер ну что предлагаю поговорить по уграм для троллинга вот я так вкратце немножко выложил на стол до чтобы вы видели основные скажем так выбирая которые я как бы рекомендую чтобы они у вас были не обязательно там именно такой-то цвет просто вот эти воблера ну что начнем с рапалы вот он четыре с половиной метра загружается можно загнать конечно до пяти очень незаменимый боец особенно весной не обязательно в таком цвете вот он допустим вот видите с точкой вот на нем просто живого места нет уже задний клееный на него вытаскивал очень хороших хороших судаков поэтому этот воблер рекомендую он должен быть хоть ну не знаю кто себе как может позволить они сейчас стоит денег поэтому ну хотя бы 12 натурал кислоту ну возьмите в запас я думаю не помешает цирюбита мы о них уже рассказывал вот хорошего блера работают круглый год вот заглубляется они до 6 метров спокойно конечно бойцы очень хорошие особенно вот эти вот два лупят все особенно конечно весной хотя и летом я на десне вот на этот воблер я на десне умудрился выхватить там не помню уже трех или четырех судаков хотя в десне суд но десна и судак это такие вот вещи интересные ну что юзурики вот он самые главные гроза судака был весной этого года вот лупил конечно он очень отлично судака просто бесподобный воблер вот именно в этом цвете почему именно в этом хотя вот он тоже . идеальный натурал ну что-то темно видно весной хотелось судаку кстати в белых берегах хорошо эти воблера работают на десне работают я думаю они будут работать на любом водоеме вот такие юзурики есть юзурики они должны быть это очень уловистые воблера рапола вот рапола в этом цвете радует из года в год не знаю с чем это связано и почему но именно вот этот цвет весной осенью он выстреливает по крупному судаку вот что ему надо что ему нравится в этом цвете в это в этой игре не могу сказать знаю что именно вот в этом цвете я специально его выложил 1 есть там не в коробках и другие до выбирая вот этот цвет он лупит бомберы бомберы как и рапола как и бандиты они работают везде и всюду поэтому вот этот хорошо сейчас по осени выстрелил желтая пузико . идеально работал рапола опять же макс рап работает везде работала весной отлично на автобе работал в белых берегах на дисне работала то есть ну вот этот цвет идеально почему-то вот нравится ну не только этот цвет вот если бы еще новенький подкупил вот такой вот тоже отличный воблер очень я считаю далее идут китайцы они под бомбера вот они два красавца вот фирма спрут я их купил уже в сентябре они стоят там что-то копейки недорого но они ловят и работают ребят вот это альтернатива бомберу причем фурнитура отличная все отлично есть вот такой же у них воблерок под бомбера вот он только 120 ловил отлично ловил сейчас осенью судака ведь и что-то тут у них сделано только полосками в этом году конечно судак более любит не полоску а горох но это как как говорят не знаю у меня по крайней мере ловил не только на горох но и на все остальное косодака опять же не обязательно в этом цвете есть натурал с точкой я про него даже делал отдельное видео отличные углера отлично ловят незаменимые скажем так помощники рапола шестиметровая должна быть иногда выстреливает так что бандиты отдыхают на 6 метров по цвету опять же если советовать кислота натурал кислота натурал если погода паспортная там вода мутная конечно кислота ну вот для примера вот эти два воблера этой осенью вот час в ноябре просто отлично отработали то есть это американец один cotton cordal был еще в одном цвете чуть-чуть посветлее был зеленый тоже но чуть-чуть посветлее зеленца вообще отлично лупил но я его оторвал и подбандита химера доработал вот этот именно этот цвет зеленый чешуйками на чешуя тут как бы выбита просто отлично по фурнитуре у меня тоже вообще вопросов нету вот было и судак на него такой нормальный над почти на трешку вообще то есть все идеально работает все цвет то есть есть у меня еще один такой а вот он вот этот ответ свет взял тоже специально вот как солнце выходит вот этот вот работает поэтому ну что могу сказать как альтернатива бандиту оригиналов химера себя проявила ну просто на десять с плюсом я говорю я просто вот доволен этой репликой копии как угодно отличная отлично отработали цене по нему 250 рублей то есть 250 рублей он и 610 рублей бандит называется почувствуйте разницу да этот бандит отлично ловил ловил допустим 5 проходов 5 судаков но опять же это была паспортная погода я за место кислоты решил поставить лоблер потемнее потому что вода была светленькая прозрачная и решил вот этот лоблер поставить и он сработал да он выстрелил отлично выстрелил но допустим другой день тоже паспортный ставил кислоту химеру он тоже лупил 3 прохода 3 судака ну как разница сами понимаете в деньгах но у химеры нет такого а у бандита нет такого в общем я считаю химеру то занимается троллим возьмите не пожалеете хорошие моблера что дальше у нас баты баты работают вот весной опять же видите ну я это называю форелевый цвет ну вот ребята не дадут соврать вот именно этот синий с точками да вот этот мелкий горох через день выстреливал так что просто отлично лупил судака вот вроде бы бат ну опять же это все из серии бандита то есть химера бат герман и так далее все это именно заточено под бандита но они работают вот он бат весь побитый но просто видите здесь голограмма такая здесь вот он просто черненький и и когда уже под утро выходила солнце его ставил вот ставил когда выходит солнце ставил два воблера бандит оригинал вот он видите просто нет живого места его просто уничтожили и то же самое касается вот этого бата то есть тоже живого места просто на них нет вот скажем так выход солнца и все эти два воблера погнали работать отличные воблера ну отличный цвет именно под выход солнца то есть только солнце взошло начало начало скажем так светить во всю свою мощь ставим эти блестяшки и погнала отдельно конечно вот он бандит вот в этом цвете он работал весной работал сейчас осенью там и на видео его видно то есть но именно в этом цвете да то есть вот белая пузико под головой красная . желтая спина блестящая идеально вот просто я говорю если выделить за эту осень воблера да то я бы все-таки остановился вот этот цвет был номер один потом шла химера зеленый потом шел бандит опять же да потом бы я поставил вот такого бандита то есть вот я вам все показываю да держу поставил бы вот этого горбатого американца и все-таки я бы поставил еще два воблера вот которые делали до рыбалку это баглей вот я его разловил но видите у меня было два я единственное пожалел что я не купил нас в натуральном цвете то есть я почему-то понадеялся на осень на погоду паспортную и не взял натурала вот взял синий синяя спина и фиолетовая вот фиолетовый выстрелил выстрелил вообще отлично понравился он судаку понравился он щуки поэтому этот баглей для меня скажем так открытие воблер хороший но судя по размеру конечно мы не знаем как он будет работать весной весной поедем проверим посмотрим но работал осенью начал работать и работает и естественно салма фридайер вот именно в этом цвете не в более темным да именно вот не в синим да как казалось бы вот этот синий цвет он весной тоже офигенно работал а вот он опять же видите с чем-то даже вот они будут похожи свет и тогда зеленый почему-то он выстрелил за этот зеленый цвет именно вот такой не ярко не темный да вот именно с этим оттенком этот салма ну вы видели там того же судака на трешку черного черного это его работа хорошо работает в эти воблера салмы и вообще очень сильно ними доволен вот они мне уже второй сезон отпахали рекомендую вот такие воблера если получится у кого-то взять возьмите ну хотя бы вот так вот два таких цвета то есть не пожалеете эти два цвета не ловят всегда если где-то масло может там чуть-чуть отдыхать скажем так курить не ловить вот этот цвет может там где-то сумму задрать может еще что-то да то вот эти два цвета работают идеально по судаку поэтому будет возможность возьмите не пожалеете что еще хотел сказать рапала 9 метровый но как без них вот они красавцы они иногда осенью выстреливают вообще бомбически просто идеально но этой осенью вот работала опять один вот это не хотел осенью судак ничего синего почему-то вот он работал обалденно ну как обалденно не так конечно как тоже химера или там бандит до поймал там 35 судаков вы все равно поймал свою работу сделал мансы на любителя у меня найти у меня с этими в горами связано все что касается щуки у меня там есть и с тремя крючками с двумя крючками и 15 плюс 20 и не знаю что тут не идет не этот воглях щуку косит ну были там судаки не знаю может как бы просто пока уделял ему мало времени может еще чего-то но могу сказать что всем воблером стараюсь уделить побольше времени вот кстати интересный воблер тоже бандит оригинал вот именно в этом цвете да вот в том году осенью когда я был я был где-то с 6 ноября по 15 по моему ноября вот этот цвет косил судака просто нура то есть ну отдыхает вот эти вот все бандиты все цвета всякие вся кислота вот что ему надо было да вот весной ему надо было точек осенью ему надо было вот что-то темно-красное с переливом перламутром черная желтая судак последнее время ведет себя ну ведет как ведет ну а что делать это народ думает что если мы в астрахань поехали а если еще и троллингом то все ух ух да ловим рыбы рыбу надо найти рыба не всегда активно рыба не всегда хочет зеленый синий там желтый еще что-то рыба хочет что-то другого поэтому там народ начинает опираться кто на малька кто еще на что-то поэтому но по убедом вот в принципе основные воблера которые я использую которые ловят ну которыми я доволен которыми которые я мог бы рекомендовать и вот кстати воблер хочу еще раз вот он видите этот бандит который покусанный который ловил цепляется все зале ну еще раз говорю четыре с половиной четыре километра в час и на него ловится рыба хоть он и залипает ну пусть залипает они вот этот залипает и этот тут ну скажем так новые эти бандиты которые были вот этот белый тоже залипает ну что да они залипают но они вот они покосанные есть видео они отлично ловят рыбу просто надо подобрать дорожку тропинку вот ну к этому опять же что могу добавить ну вот смотрите приехали брянские ребята связал им свой поводок из флюра до под воблера один ловил у него был просто этот поводок обычный там связаны а другому я связал поводок как я делаю себе там минимум метр флюр 049 ну вот они поехали день отловили всю рыбу что они поймали они поймали на тот спиннинг на котором был завязан флюрокарбон 049 да может быть мистика может быть что-то еще но это то же самое как та же самая мистика что на футовые катушки до на аккуме я делаю отпуск 196 у меня есть поклевки я делаю 190 тишина там 180 160 тихо а вот именно размер стадион отпуск 196 футов идут поклевки но как не верить в такие вот мистические дела а то что касается осенней рыбалки закрытия сезона я скажу одно я остался полностью доволен потому что но представляете вы сидите в лодке вас там грубо говоря но это не все даже одна третья часть вы сидите в лодке вас там грубо там 150 200 воблеров вот она река и вам надо выбрать то есть надо придумать какую-то тактику надо скажем так поверить в какой-то из этих рублеров цветов там посмотреть на солнце на ветер и выбрать до сделать выбор там на какую глубину ты идешь на 8 метров на 6 на 5 и вот этот план да когда ты это все в своей голове уже набросал пошел выбрал именно ту дорожку которую ты задумал пройти не просто тупо да там повесил воблер или там два воблера ну я имею ввиду две палки распушил и погнал там от базы до парома просто тупо по прямой дайте но это не то а вот ты выбрал себе план да что ты идешь оттуда туда вот так вот так вот так такой воблер такой отпуск и когда вы знаете вот допустим не уезжать было надо ну все то есть наловили до обеда я вышел вот было сомнение до повесить кислоту или вот этого бандита вот кислоту и не знаю почему я посидел кислоту вот так на дна другой спиннинг повесил опустил вот этого бандита и вот на самом деле 5 проходов 5 судаков вот я скажем так до обеда перед ну как уплывать 12 штук надо я еще не считаю там окунь был возле старого русла там щупак один или два было ну просто не счет вот 12 штук за утро вот этот бандит то есть мистика да нет вряд ли просто вот так все легло что я задумал и что судак хотел видимо и когда вот это все получается у тебя просто ну начинается эйфории вера то есть то что ты да ты угадал ситуацию ты знаешь что надо сегодня судаку ну погнал ловить ну и напоследок моя маленькая хитрая значит ну кто-то знает кто-то не знает вот вы закончили до дорожку допустим объясню вот как на примере парома да что было понятно то есть я я иду с 4 на 6 на 6 половиной до 7 метров вот я свою дорожку закончил мотор остановил и начинаю сматывать я не просто сматываю я делаю два готовить три движения как будто я твичу и быстро подматываю и вот так делаю до пяти раз могу сказать одно и но и ребята вот видели ну с пяти раз всегда одна поклевка да есть это может быть и щука иногда иногда и хороший судак почему-то вот не против то есть выходит воблер да он воблер то плавающий видимо вот это вот что-то игра вот этот твичинговая его загоняет назад небольшая пауза идет атака поэтому попробуйте не просто да вы закончили дорожку и начинаете сматывать там или быстро сматывать а именно вот от трех до пяти твичинговых движений и быстрая подмотка но опять же говорил мотор уже должны остановить ну вот в принципе наверное все завершению сезона 2018 будем точить крючки к весне 19 поэтому всем спасибо удачи на воде